Книга открытым оком. Том 4. Вопрос 1380. Разбор ответов Архимандрита Авросия Юрасова. Вопрос 56. Объясните, пожалуйста, слова апостола Павла. 1 Коринфянам 3.14.15. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Отвечает Авросия Юрасова. 2. Человек земными делами строит себе дом спасения, чтобы в нем вечно жить в потустороннем мире. 3. Некоторые строят себе этот дом из золота, серебра, камня, дерева, соломы. 4. Кто как строит. Но когда Господь посылает испытания огнем, то дом, построенный из непрочного материала, неправедных дел, сгорает. 5. Человек может из этого дома выскочить, как бы из огня в последний момент. Господь может помиловать эту душу. 6. Тогда наши накопления, душевный мир, спокойствие, благодать сохраняются, и мы с вами спасемся. 6. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. 7. Похоже, что отвечающий никогда не читал толкования святых отцов, а отвечает, как заядлый сектант. 7. Вдумайтесь в чудовищный смысл толкования Юрасова. 8. Как бы ты ни жил, но все равно спасешься в последний момент. 2. Коринфянам 5.10. 8. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 9. А человек творит или дела плоти, или дела духа. Галатам 5.19.23. 10. Дела плоти известны, а не суть. 11. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и т.п. 12. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так царствия Божия не наследуют. 13. Плот же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. 14. На таковых нет закона. 15. Дела плоти совершенно противоположные, и они сгорят. 15. Главное-то спастись. 15. О каких уж тут делах рассуждать, а без дел-то как раз никто и не спасется. 16. Иакова 2.26. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. 16. Малахия 4.1. Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные поступающие нечестиво будут как солома. 17. И попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф. 17. Так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. 17. Исайя 47.14. 18. Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени. 18. Не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. 19. Здесь трудно изъяснимым является слово «спасется», хотя явно, что никто, делающий дела плоти, не спасется. 20. Иоанн Златоуст говорит, что он спасется от уничтожения, от превращения в ничто. 21. И будут названы во время второго пришествия Христа его явления в царстве своем малейшими, то есть ничтожными, проклятыми. 21. Всем людям надлежит пройти через огненную реку, и грешник выйдет из нее, как обгорелая головня, потому что нарушал заповеди блаженства, изреченные Христом. 21. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. 22. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. 22. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. 22. Этот 56-й ответ исходит от еретиков-адвентистов седьмого дня. 23. Архимандрит, оказывается, и этого не знает. Не потому ли благословляет не поститься путешествующих на святые места, говоря, что так написано в канонах, позабыв добавить взятых из Корана мусульман? 23. Слова царя Николая II в момент отречения от престола, а фактически от своей жизни, относятся сегодня в первую очередь к таким вот ответам архимандритов. 24. Кругом измена и трусость и обман. Чьи дела сгорят, те люди пойдут в ад. 25. Матфея 25. 46. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 25. Матфея 7. 21. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 26. 1 Тимофею 1.19. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. 27. Матфея 7.27. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. 28. И было падение его великое. 29. Ты чудо из Божьих чудес, ты мысли светильник и пламя, ты луч нам на землю с небес, ты нам человечество знамя. 29. Ты гонишь невежество ложь, ты вечную жизнью нова, ты к свету, ты к правде ведешь. 29. Свободное слово. 30. О, слово! Дар Бога святой! Кто слово, дар божеский свяжет, тот путь человеку иной, путь рабства преступный укажет. 31. На козни, на вредную речь, в тебе ж и целенье готово. 31. От духа единственный меч, свободное слово. 31. 1849 год. Константин Сергеевич Аскаков. 31. Годы жизни с 1817 по 1860. Сbetween, ч współреклама. 32. Ёовем 있었ы! 32. Иди заняты и ст